Зам главного врача больницы скорой медицинской помощи номер один Омска Сергей Максимишин умер от сердечного приступа. Говорят, он анестезиолог и реаниматолог, который занимался в том числе и Навальным. Итак, взял и умер от сердечного приступа. Надо сказать, если бы Навальный тогда умер в Омске, он бы тоже по заключению врачей умер бы от сердечного приступа. Вы понимаете, такая странная вещь. Я вполне допускаю, что это показательное уничтожение, чтобы запугать людей, чтобы понимали, что не надо никакого содействия оказывать никому, кто против Вовы что-то имеет. Я вполне допускаю, то есть Вов очень мстительное, сумасшедшее существо, поэтому его объектом может стать любой, даже случайный человек, который случайно кому-то оказал помощь. И вот пишут, что в этой смерти нет никаких особых подоплек, человек болел, переживал на своих родственников, похоронил родителей в этом году. Знаете ли, я тоже похоронил родителей, правда не в этом году, но в том году, в котором похоронил, я не умер. Многие хоронят родители, очень переживают, очень плачут, очень сожалеют и так далее. У меня мама умирала, я с ней месяц жил в больнице. Да, конечно, наверное, я не очень хорошо себя потом чувствовал, но не умер. Такое, в общем-то, редкость музейная, чтобы кто-то умирал, когда умирают его родственники. Поэтому все это как-то шито белыми нитками, и тот человек, который пытается объяснить естественную причину его смерти, он как-то не о том говорит. То есть, он бы сказал, вот у него диагноз был там смертельный, сердце совсем изношенное, там еще что-то и так далее, и так далее. Поэтому я как-то воздержусь, конечно, от комментариев, людям свойственно умирать, но обратите внимание, сколько умирает людей вокруг всех этих дел. Какое-то невероятное количество, куда не плюнешь, кто-то умер обязательно, и связано это как-то с путинскими делами. Вячеслав, приветствую, пора объединяться, собраться всем. Навальный, Квачков, Шиндаков и многие другие. Я не помню, Навальный, понятно, за что. А Квачков-то за что? Чтобы с хоругию не ходить. Вот в последнее время тот ударился в православнутость. И как можно объединяться-то? Нужно определиться вначале, что хотят люди. Что люди хотят. А потом, вот мы хотим народовластия. Мы хотим сбросить Путина и установить народовластия. А если они хотят сбросить Путина и поставить нам царя, батюшку, то вопрос, во-первых, кто будет царем, это первый вопрос. Второй вопрос, даже на риторический. Я мне царь. Вот мне зачем царь? Мне не нужен царь. Какой стать? Я сам себе царь. Смотрите. Перед Cow's category. Так, вы будете отправить? Какое стать будущее? Хорошо.